Это принципиально другой автомобиль, грузовой, на базе УАЗ-Профи, как он идет как однорядная кабина и двухрядная кабина. Это местный автомобиль грузоподъемностью тонны 300. Штатные мосты типа спайсер, измененная подвеска, двухлистовая рессора, основная и подрессорник находятся под мостом. Здесь другая рама. Здесь достаточно места для того, чтобы установить газовое оборудование. Соответственно, с топливным баком мы делать ничего не будем. Он так и останется здесь, в этом же объеме, с штатной защитой. Передняя подвеска изменена. Здесь уже другой мост. Компоновка, как у обычного автомобиля УАЗ-Патриот, но двигатель другой. На шильдике написано ЗМЗ-Про. Скорость 100 км в час. Уверенно прошли обгон на пятой передаче. Обороты около 3000. Автомобиль на дороге устойчив. Подруливать не нужно. Мы вчера забрали этот автомобиль у официального дилера. Провели предпродажную подготовку. И сегодня выехали на внедорожный полигон для того, чтобы посмотреть и испытать этот автомобиль на реальном геометрическом бездорожье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть идея сделать из этого автомобиля очередное экспедиционное решение. Можно было бы на грузовой платформе этого автомобиля установить автомобильный кемпер для того, чтобы путешествовать далеко и с комфортом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если строить этот автомобиль для путешествий, то проходимость, на мой взгляд, даже избыточная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прошел практически все участки. То есть были крутые подъемы, крутые спуски, крены, диагональные вывешивания, косогоры. Была гребенка. Вот прошел практически везде безукорезиненно. Учитывая, что мы едем на обычной всесезонной резине, это самая обыкновенная резина, и мы идем в условиях снега. Тут все засыпано снегом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА